У вас планируется выступление в дальнем зарубежье, так скажем? Ведь очень много есть по публике русскоязычной и в Германии. Нет, я не езжу. Я знаю, что вы не ездите, но я думал, что может быть в контексте вот этого сотрудничества... Ребята могут поехать, я нет. Я для иммигрантов не играю и не хочу. Почему? Это какая-то особая публика. Это та самая причина, когда многие придут по той причине, что это будет... Вот я поэтому и задал вопрос, да, потому что... Это не моя публика. Это не моя публика. Я не люблю диаспоры, которые... Вообще какие-то... Как-то некие профессиональные объединения. То есть я не буду играть отдельно для юристов, я не играю корпоративов и никогда этого не буду делать. Вы вас никогда не приглашали или отказывались? Приглашают много, но я просто отказываюсь и никогда этого не делаю. Для многих это основной источник, будем называть вещи своими именами, это основной источник заработка. То есть вас вот этот момент никогда не прельщал? Заработать быстро и достаточно как бы легко? У меня был опыт очень короткий, там два или три выступления на корпоративах, году в 2003-2004. И после этого мне было так стыдно за профессию, за самого себя и за публику, что я категорически навсегда от этого отказался. Мы не рассматриваем никаких самых лестных предложений, вплоть даже до того, чтобы... А давайте мы сделаем... Мы просто вообще выкупим театр и придем вот в театр и посмотрите ваш спектакль. И никаких вот тостов не будет, никаких вот... То есть вот этот формат полчаса унижений и много денег, это не ваша тема, да? Я даже могу сказать, что я играю каждый год крайние спектакли в году, 15 декабря, в день рождения своей жены, возвращаясь в этот день к Ленинграду, и никаких елок, разумеется, там быть не может. И еще, ну, у меня получается, вот в этом сезоне получилось, включая концерты, 94 выступления. Это с конца сентября по конец июня. В общем, мне просто даже и некогда. А я никогда не буду рассматривать вот варианты, чтобы отказаться от спектакля, который идет по билетам. Ну да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.